Всем привет, друзья! Сегодня 7 мая 2020 года. Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вам это интересно, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, рассуждаю о фондум рынки простым доступным языком и учусь вместе с вами. Друзья, в нашей традиционной рубрике прогноз предлагаю, как обычно, пробежаться по основным новостям сегодняшнего дня, посмотреть, как закрылся российский рынок, как торгуется американский рынок, затем разобрать лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, посмотреть, что случилось за этот день в двух моих портфелях у брокера Открытия, где у меня рублевые активы, и на ИИС у брокера Тинькофф, где у меня американские акции. Ну и в завершении попытаться спрогнозировать, чего нам ждать от дня завтрашнего. Погнали, друзья! Сбербанк. Сегодня появилась информация, что сделка по выкупу Сбербанка Минфином полностью завершена. Соответственно, ЦБ передал последнюю принадлежащую акцию. В общем-то, Сбербанк стал фактически государственной компанией. Ну и в этой связи средства массовой информации распространяют данные о том, что Сбербанк теперь обязан направлять на выплату дивидендов не менее 50% своей прибыли. Ну и, собственно, примерно такие дивиденды в перерасчете на доходность от 2019 года Сбербанк и направит. Ну а в дальнейшем все акционеры уже будут иметь право рассчитывать на фиксированную сумму. Так что, друзья, теперь акции Сбербанка в плане дивидендной доходности становятся не менее привлекательными, чем они были до этого. Также, друзья, сегодня мэр Москвы сообщил о том, что вводится обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте. Так что, друзья, все, кого это касается, готовьтесь. Я так понимаю, что, скорее всего, будут штрафы за несоблюдение этого масочного, перчаточного режима. А вот где все это дело приобретать, наверное, друзья, придется делать это, к сожалению, за свой счет. Также информация по дивидендам сегодня пришла от компании X5 Retail Group. Основной акционер этой компании Alpha Group, миллиардер Михаил Фридман. В общем-то, они сообщили о том, что отказываются от своих дивидендов в пользу повышения капитализации для того, чтобы стабилизировать ситуацию кризисную в компании. Но X5 уже поблагодарили своего крупнейшего акционера. Что касается дивидендов другим акционерам, ну, насколько я понял из этой новости, вроде как ничего им не угрожает. И X5 по своим остальным обязательствам должны вроде как рассчитаться. Также, друзья, не забывайте посмотреть вот такое мое любопытное видео. Президент Трамп настоятельно требует от американских компаний возвращать свой бизнес из Китая в родную страну. Ну, и, в общем-то, всякими обзывательствами называет Китай в этой связи. Говорит, что они целые годы и десятилетия обворовывали американский бизнес. Ну, и, видимо, друзья, мы находимся на пороге большой экономической войны. И посмотрите просто мое видеоразмышление о том, что есть иммиграция, хорошо это или плохо. Ну, и здесь я пытаюсь рассуждать о том, как я себе это представляю. И приходило ли мне когда-то в голову покинуть свою родину. Ну, что, пойдемте смотреть, что у нас сегодня на рынках. Индекс РТС, друзья, сегодня вырос на 1,35%. Индекс Мосбиржи прибавил 0,07%. Видите, какая колоссальная разница. Индекс РТС у нас номинирован в долларах, а индекс Мосбиржи, соответственно, в рублях. И видим, что в рублевом эквиваленте рост практически нулевой. Цена на фьючерс марки Brent июль 20 сегодня прибавила 3%. И стоит 30 долларов 60, вот 45 сейчас центов. Отличный результат, словно снова перешагнули 30-долларовый барьер. Это, друзья, не может не радовать. В настоящий момент американский рынок также торгуется в плюс. Индекс S&P 500 прибавляет 1,73%. И индекс Dow Jones растет на 1,78% в Америке. Тишь да гладь. Так, пойдемте смотреть, что сегодня на российском рынке показало наилучшие результаты. Лидеры роста, друзья. Обычные привилегированные акции. Энергосбыт Ростов Энерго. Одна прибавила 37,5%, другая 34,39%. И на третьем месте также энергетика. Магадан Энерго привилегированные акции. Давайте глянем на статистику за год и за 3 года. Так, энергосбыт растет на 25% и 46,67% за 3 года. И энергосбыт привилегированные. Тоже неплохой рост. 44 за год и 28,3 за 3 года. Да, вот Магадан Энерго вообще, друзья, смотрите, за год 124% прибавляет, а за 3 года 207%. Очень и очень любопытный, друзья, актив. Так, ну давайте знакомиться поближе с лидером. Энергосбыт Ростов Энерго. Обычная акция. Стоит она 44 копейки. Сегодня прибавила 12 копеек. Так, цена доход неизвестна. Есть дивиденды, но не сказать, что большие. 4,81%. Изменения за год почему-то нам инвестинг пишет, что отрицательное значение, хотя мы только что смотрели, что оно положительное. Но вот такое я периодически замечаю на этом ресурсе. Странно. Вообще ресурс как бы довольно качественный. Так, теханализ краткосрочно предлагает нам покупать. Давайте глянем на месяц. Так, на месяц активно покупать. Активно покупать. 6 покупать. 0 продавать. 2 нейтрально. Ну, отличный, можно сказать, результат. Давайте сходим к ним на сайт. Что там у нас интересного. ТНС Энерго Ростов Дон является гарантирующим поставщиком на розничном рынке электроэнергии в Ростовской области. До 2015 года называлась Энергосбыт Ростов Энерго. Ну, видимо, акция так называется просто по старой памяти, а сама организация уже реорганизована. Входит в группу компаний ТНС Энерго. Основной вид деятельности – обеспечение электрической энергии потребителей региона. Зона обслуживания – Ростовская область. Так, контролирует более 80% рынка. Так, полтора миллиона лицевых счетов обслуживают. 9 межрайонных отделений, 46 производственных участков. Ну, видим, что монополист регионального значения, серьезная энергетическая компания. И в очередной раз подмечаем, друзья, что хорошо растет энергетика. Пожалуй, сейчас это, наверное, самая стабильно растущая отрасль. Давайте сходим в приложение моего брокера, посмотрим поближе на графики этой компании. Вот, друзья, эта акция. Вот так выглядит график за 7 дней. Вот так вот выглядит график за 30 дней. За 180 дней. И за год. Ну, странный, да? Какой-то такой совсем горизонтально скучный. В общем-то, до конца апреля ничего, в общем-то, хорошего и не происходило. Был долгий-долгий боковик. И потом вот такой вот дикий взлет. И общий график такой тоже не сказать, что стабильный рост. Какая-то такая кардиограмма. Не очень мне такие графики нравятся. Но, опять же, в текущих условиях мы видим, что и аналитики в этот актив верят. И, собственно, в целом отрасль сейчас развивается хорошо. Так, детали. Лидер поставки электроэнергии в Ростовской области. Образован 1 июля 2005 года. Штаб-квартира в Ростове-на-Дону. Принадлежит крупнейшему российскому энергетическому холдингу ТНС «Энерго». Дивиденды. В 2018 году платили дважды. И мы видим, что суммарная дивидендная доходность за 2018 год, друзья, более 11%. Ничего себе. Но за 2019 год информации никакой нет. И не факт вообще, будут ли дивиденды в текущих условиях. Ну что, берите на карандаш, кому понравилось что-то энергетическое сейчас обязательно надо у себя держать. Не уверен, что именно эту компанию. Но, друзья, присматривайтесь. Так, давайте смотреть, что сегодня показал мой рублевый портфель. У меня сегодня, друзья, минус. Видим, что российские рынки выросли. А мой портфель сегодня упал. Бывает, к сожалению, и так. Это обидно, досадно. Конечно, потому что, когда, в общем-то, растет рынок, а твой портфель падает, значит, что-то потянуло его на дно. Так, финансовый результат. За 7 дней, таким образом, я улетел в минус почти на 2000 рублей. За 30 дней плюс составляет около 12 тысяч. Ну, пойдемте смотреть, что сегодня мне так напакостило. Выросла Роснефть, Мосбиржа, Яндекс. Это лидеры роста у меня. Так, и давайте смотреть, что у меня сегодня падало. Что у меня сегодня падало? Падал Сбербанк, который теперь у нас принадлежит Минфину. Так, Финекс на акции американских компаний в таком небольшом минусе. Хотя, в общем-то, и вчера, и сегодня американский рынок рос. Так, облигация ФК-системы немножко потеряла. Саратский НПЗ в минусе, в минусе Лукойл, хотя мы видим, что нефть растет. В минусе Детский мир. В минусе Привилегированный Сбербанк. Ну, они всегда парой ходят. Если падает один, то я заметил, что в минусе и второй, как правило. В минусе, опять же, Газпром, которого у меня много. Ну, и Сбербанка у меня очень много. У меня Сбербанка тысяч на 40 с хвостиком. Газпром у меня, наверное, тысяч на 25. Вот они, собственно, погоду мне такую и сделали нехорошую. Так, в минусе Русал, в минусе Полюс, который тоже у меня в большом количестве. АФК-система в минусе. ОГК-2 и Полиметалл. Ну, в общем-то, такие хорошие, мощные активы, которые при прочих равных всегда у меня в лидерах. Сегодня вот обратная ситуация произошла. И они сегодня сильно упали. И видим, что укрепляется рубль 73, рубля 71 копейка. Сейчас стоит доллар, теряет более 1% в день. Так, полетели, друзья, в американский портфель. Так, здесь у меня бумажный доход сегодня плюс 0,65%. 516 рублей. Растет, видим, что Эбви, Лайнд Энерджи, АМД в минусе. Растет Эппл. Эппл растет вообще ежедневно. По-моему, ни одного дня не было с момента, как я портфель этот создал, чтобы Эппл была в минусе. Растет Интел, в минусе Мерк. И все остальное в плюсе. Это Майкрософт, Найк, Пепси и Верайзен. Давайте посмотрим общий результат. 1,23%. 980 рублей бумажный доход. И в плюсе у меня все, кроме Лайнд Энерджи, АМД, Мерк, Найк, Пепси и Верайзен. Ну, получается, что даже в плюсе меньше компаний, чем в минусе. Наоборот тогда, да, получается, что в плюсе Эбви, Эппл, Интел и Майкрософт. Причем Эппл, видим, выросла за вот практически неделю на 7,46%. И более чем на 6% выросла Майкрософт. Так, ну, такие, друзья, дела. Американский мой портфель примерно на тех же уровнях, что был вчера. Даже, по-моему, немножко потерял. Насколько я помню, вчера я писал аналогичное видео, было более 81 тысячи, там 81,300. Но будем считать, что тоже минусанул. Так что общий мой результат по двум портфелям сегодня где-то минус 2,5-3 тысячи рублей. Не очень хороший результат. Тем более он не хороший, потому что и американские, и российские индексы растут. Но видим, что это не всегда залог вашего бумажного успеха. Друзья, ну что, завтра у нас получается крайний торговый день на московской фондовой бирже перед трехдневной паузой. Я напомню, что завтра все в обычном режиме торгуется, и Москва, и Питер. А вот в понедельник, 11 числа, у нас будет работать только Санкт-Петербургская биржа. Соответственно, будут торговаться только американские акции. А российский фондовый рынок отдыхает в связи с перенесенным праздником Днем Победы. Так что, друзья, завтра нет абсолютно никаких у нас иных вариантов, кроме как закрывать день в хороший плюс. Минус по итогам недели мне совсем не нравится. Я не хочу его фиксировать. Поэтому, друзья, завтра вот чисто кармически делаю положительный прогноз. Мы видим, что нефть хорошо стабилизировалась. Она зафиксировалась на отметке 30. И, друзья, я так полагаю, что совокупность обстоятельств. Видим, что постепенно, постепенно начинают снимать европейские страны ограничительные меры. Я сужу об этом даже потому, что постепенно начинают возобновлять европейские футбольные чемпионаты. Так что предприятия начинают открываться. Сегодня появилась новость, что Саудия Рамка повысила цены на свою нефть. Это тоже положительно повлияло на сегодняшние нефтяные котировки. Так что жизнь налаживается, друзья. Будем надеяться, что все-таки второе дно мы миновали всерьез и окончательно. И теперь вот так будем чередовать слабую коррекцию с ростом. Шаг назад, два шага вперед, скажем так. Так что завтра, друзья, в преддверии Дня Победы мы просто обязаны победить. И должны закрыть эту неделю в хотя бы какой-то минимальный плюс. Ну что, всем, кому мой видос понравился, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал. Рассуждаю о фондовом рынке, о пассивном доходе. Сам занимаюсь инвестициями и пытаюсь по мере возможности вам об этом рассказывать. Так что если вы только подумываете начинать этим заниматься, не мешкайте, следите за моими видеороликами, учитесь на моих ошибках и быстрее открывайте брокерский счет, друзья. Это надо делать, чем быстрее, тем лучше. Все, доброй ночи вам, друзья. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok